Сегодня я хотел бы поделиться словом, и для меня неожиданностью стало то, что я давно не говорил какой-то серии проповедей или что-то, но эта проповедь будет состоять из серии проповедей, сегодня будет как бы обзор, но еще последуют четыре проповеди на эту тему, что странно, что не свойственно для меня на самом деле. Но тем не менее, как есть. И тема будет называться сегодня обзор, но в общем вся эта тема, сегодняшняя и еще плюс четыре, она будет называться «Четыре постулата о живой вере». Я, когда начну с того, как я пришел к этому и почему я об этом сегодня вообще говорю, я не рассчитывал, что это будет прям серия проповедей, но на последней ночной молитве, когда мы молились, я имел определенное переживание, очень интересное. И когда в процессе ночной молитвы, во время такого уединения, размышлял над словом, я пришел к одному месту священного писания, я сейчас его зачитаю. И вот знаете, когда мы читаем Писание, порой просто как Писание. Мы берем дома Библию, мы открываем, мы начинаем читать, мы видим ее под одним углом. Мы размышляем над ней, анализируем ее. Но что-то более интересное происходит, когда мы читаем ее в молитвенном состоянии. Когда вы провели там час в молитве с Богом, когда вы осмыслили многие свои переживания, когда внутри многие вещи как-то стали по-другому смотреть, попробуйте провести час-два в молитве с Богом и начать осмысливать Писание. Оно открывается как-то по-другому. Потому что я верю, когда мы уделяем время общению с Богом в молитве, Дух Святой приходит, чтобы нас наставлять, учить нас. Иногда мы открываем Библию, потому что так надо. И мы читаем ее как текст. Но в моменты, когда мы открываем свое сердце в молитве, Дух Святой приходит, чтобы нас учить, наставлять, взращивать. И когда я стал получать определенные мысли, направления, размышления и записывать их, и дальше, и дальше, в следующих молитвах, в следующих, в следующих, я понял, что это перерастает все больше и больше в что-то больше, чем одна проповедь. И потому я не буду ставить целью впихнуть сегодня все в одну проповедь, но обзор позволит нам задать направление. Я проповедь назвал скромно «Четыре постулата о живой вере», хотя кому-то это может показаться слишком так. Но на самом деле вся идея, о чем мы будем говорить, мы будем говорить о вере, а именно о вере, которая является действующей или живой. Иаков вводит это понятие, что вера может быть мертвая, она может быть живая, действенная, и поэтому мы так смело можем употребить это. Место, которое стало ключевым таким спусковым крючком для размышления, она записана в Евангелии, в послании к евреям, в 11 главе 17 стиха. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен, и из мертвых воскресить, под чему получил его в предзнаменование». И знаете, друзья, когда я прочитал эту историю молитвенно, я увидел удивительную веру Авраама. Я раньше этого не замечал. Я хочу вместе с вами сейчас в это углубиться. Что удивительного было в вере Авраама? Это такое небольшое введение, и мы перейдем к четырем этим ключевым постулатам. Что делает вера Авраама удивительной? То, что я сейчас поясню, но перед нами в этих стихах Авраам представлен как человек, который не просто знает что-то о Боге или от Бога как информацию, но как человек, у которого его вера является неотъемлемой частью его внутреннего мира, его души. Давайте внимательно посмотрим на эти стихи. Я этого раньше не замечал, но я опять повторюсь, что когда мы молитвенно начинаем исследовать Библию, именно позволяя Духу Святому открывать нам, это очень важно. Не просто потому, что мы интеллектуалы. У нас среди нас много образованных людей, я в том числе отношусь к людям образованным, но я понимаю, что это не является моим преимуществом, потому что каждому из нас в равной степени, я подчеркиваю слово в равной степени, дана благодать Духа Святого получать от Него наставление, получать от Него научение. И порой люди даже, может быть, менее образованы с точки зрения образования, уровня образования. Они могут понимать глубину больше, чем люди высокообразованы. И это важно для себя осознавать. Итак, вернемся к этим стихам. Авраам, будучи искушаем, принес жертву сына. И шел на гору, и кто не знает эту историю, Бог сказал ему идти принести сына единородного, которого, ну, точнее, в том смысле, что он у него был единственный, и долгожданный, он родился уже в преклонных годах Авраама, и Бог ему повелевает принести его в жертву. Я всегда читаю эту историю, думал, знаете, Авраам несет жертву своего сына, и как бы он какие-то варианты, наверное, внутри имеет. Это, 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 это. Почему я так думал? Потому что я рассматривал веру как продукт знаний, интеллектуальных знаний. И потому Авраам рассчитывает на что-то. Зная что-то, он на что-то опирается. Но когда мы посмотрим на веру как на внутреннюю суть Авраама, или часть его, не то, что на внутреннюю суть, как неотъемлемую часть его бытия, его внутреннего бытия, я специально буду сейчас употреблять минимум специальных терминов, тавтология, но я не буду употреблять терминов, связанных больше с психологией, таких как психика, личность и так далее, дабы максимально отойти в сторону простого представления. Это неотъемлемая часть его личной внутренней жизни, его души, его переживаний. Неотъемлемая часть. Это очень важно. Это не продукт знаний. Мы об этом будем еще говорить. Почему? Смотрите. Когда он шел, важный элемент в 19 стихе скрывается. 18 очень показывает, что это был важный для него сын, Высакий наречется тебе семя, но в 19 есть очень важная информация. Он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить. Я никогда не думал про Авраама, не обращал на это внимания, что его вера была настолько глубинной и неотъемлемой частью его сущности, что когда он шел приносить в жертву своего долгожданного сына, он не искал вариантов. Он просто знал внутри себя, что Бог может его из мертвых воскресить. И если я повинуюсь, исход все равно будет благоприятным, потому что тот, кто мне пообещал, тот силен это сделать. Это начало менять мое представление о вере как таковой. Я не говорю, что я сейчас ушел в какие-то радикальные дебри, вы все поймете, все нормально, не переживайте. Но я увидел другой уровень глубины познания, что такое вера. Я хочу поделиться этим с вами сегодня. в обзоре четыре постулата, и потом в каждой следующей проповеди мы каждый этот постулат постараемся разобрать более глубже. Это будет интересно тем, кто хочет углубиться, хочет углубиться в слово, в познание и так далее. Поэтому, друзья, еще раз, Авраам шел и повиновался тому, что слышал от Бога, потому что его вера была неотъемлемой частью его сущности. И это направляло его. Я иду приносить жертву, но даже если мой сын сейчас погибнет, Бог силен воскресить его из мертвых, и все равно обетование состоится. И вы знаете, что удивительно, но именно такая вера это было то, что очень нравилось Богу и было ключевым фактором, что Бог называл Авраама своим другом. Я хочу, чтобы мы прочитали вместе с вами Иакова 2,23. Там написано, исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилась ему праведность, и он наречен другом Божьим. Давайте подумаем, может, немножко там порассуждаем, так, вольно, но что Богу понравилось в вере Авраама? Мое личное мнение и убеждение в этом смысле, что Богу в Аврааме понравилась именно та способность глубоко и полностью довериться и положиться на то, что Бог сказал. И это никогда невозможно сделать просто на основании знаний. вы никогда не сможете довериться на основании просто знаний. Мы об этом еще тоже коснемся, потому что в данном случае вообще любая вера это не продукт изучения как знаний, это продукт личного опыта через познание. Давайте скажем, я вам расскажу сейчас, что, например, если со сцены упасть сюда на низ, это не больно. Сколько из вас мне поверит? Даже если я вам это продемонстрирую, упаду и встану, буду улыбаться, я не думаю, что вы мне поверите. Но если вы пройдете такой же подобный путь и пойдете, и почувствуете, что это больно или не больно, когда я буду говорить вам, вы начнете мне верить, в отличие от всех остальных, потому что у вас есть познание, есть что-то личное, что вы прошли таким же путем. И все слушавшие о том, что это не больно, они будут говорить, да-да, мы тебе верим. Но глубоко внутри веры не будет. Верить будет лишь только тот, кто имеет познание, кто прошел подобный или такой же путь сам и соприкоснулся с этим. Итак, потому сегодня мы поговорим о четыре ключевых постулата обзорно, да, и постараемся каждый из них пройти так, в общем. Первый постулат, о котором будем говорить, что вера... И в принципе многие вещи будут вытекать из истории жизни Евраама, просто почему постулаты так прозвучат, вы поймете потом, но я просто сейчас их зачитаю. Первый будет такой, что первый постулат будет, что вера не является продуктом просто интеллектуального изучения Библии, она результат действия на человека Духа Святого, рождение свыше и в целом результат познания через отношения. Длинно, сложно, но я поясню потом. Это был первый постулат, и мы по нему поговорим. Второй. Вера внутри не есть абстрактный результат знаний или умозаключений, а реальная часть новой природы, рожденного свыше человека. Я понимаю, что для кого-то может быть какие-то определения сложно звучат, но когда мы углубимся, вы поймете, почему я это так сформулировал. Третий постулат. Вера внутри является является источником жизни Божьей и открывает действия благодати и силы Божьей. И четвертый. Вера, живая внутри, является первым объектом нападения, атак и разрушения через грех и демонические действия в жизни человека. Это самый первый объект, на который враг нападает. Итак, четыре таких достаточно простых постулата. мы о них сегодня поговорим. Итак, я говорил, что мы опираемся где-то на жизнь Авраама. Послание к римлянам, 4 глава, 9 стих говорит, 9 и 11, я прочитаю, там, вторая часть 9 стиха, она говорит, мы говорим, что Аврааму в вера вменилась в праведность и знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания, так, что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы им вменилась праведность. Евангелие называет Авраама отцом всех верующих, чтобы им вменилась в праведность. Настолько состояние и вера Авраама нравилась Богу, что он его поставил как пример, как образец. Причем не просто как пример, но обетование, которое он дал Аврааму, распространилось на каждого из нас сегодня. Мы с вами сопричастники того, как Авраам поверил Богу вне обрезания, то есть до обрезания, и ему вменилось это в праведность, и он был наречен другом Божьим. И через это он стал для нас праотцом, через его поколение, через его роды пришел Спаситель, и сегодня мы по вере, принимая спасение, становимся точно так же причастниками праведности по вере. Я понимаю, что для кого-то звучит, может быть, так вот сложно, но я хочу сегодня попробовать в простых примерах, в простых мыслях обзорно объяснить, но и повторюсь, каждый постулат прозвучит как отдельная проповедь, чтобы углубиться в какие-то моменты. Итак, первый постулат обзорно пройдем. Вера не является продуктом интеллектуального изучения Библии, она результат действия на человека, Духа Святого рождения свыше, и в целом результат познания через отношения. Вы знаете, посланник евреям 11 глава 8 стих говорит, что верой Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие и пошел, не зная, куда идет. Это важный момент. Почему я говорю, что первый постулат, на мой взгляд, важно осознавать каждому христианину, что вера не является в чистом виде продуктом интеллектуального изучения. Я не нападаю сейчас на интеллектуальное изучение, поймите. Кто-то иногда может подумать, о, может, человек слабообразованный и поэтому он нападает на все интеллектуальное. Как человек, который имеет магистрскую степень в области психологии, я не считаю себя слабообразованным человеком. Но от имени людей, которые имеют магистрскую степень, скажу, вера не является продуктом интеллектуального изучения Библии. Вы не сможете интеллектом своим, сколько бы вы не изучали текстов, переводов, углублялись усилить или увеличить свою веру или вообще появить ее внутри себя. Это все равно процесс взаимодействия человека и влияние Божьего Духа сверхъестественного. Авраам получил призвание. Он не просто сидел и думал, ха, пойду в другую страну, вау, стану отцом новой религии. Он был бы городским сумасшедшим. Пошел делать новую религию. Пожалуйста. Если бы Бог не пришел к Аврааму и не сказал, человек, я призываю тебя, встань, иди в страну, которую ты не знаешь, ничего бы не получилось. Мы не можем изнутри себя просто сгенерировать веру, потому что мы что-то изучили. О, я хочу быть помазанником, я хочу быть пророком, я хочу быть апостолом, я хочу покаяться и спастись. Я для этого сажусь, изучаю Библию. Вы знаете, этого недостаточно. Именно по этой причине на земле продолжает действовать благодать Божья. То, о чем сегодня в первой проповеди Виктор говорил. Благодать Божья, которая продолжает действовать и продолжает происходить рождение людей свыше. От этого появляется вера в человеке. Вообще, строго говоря, давайте порассуждаем, вот над чем еще. Что в общем смысле, как я говорил, что вера, как нейтральное слово, это не продукт того, что я знаю, но продукт того, что я познал, как бы результат отношений или вовлеченности в процесс. то есть, я что-то познаю, я узнаю, как это работает, и я начинаю доверять или не доверять. Это говорится вообще в общем о вере нейтральной, потому что мы доверяем тому, что придет троллейбус в нужное время, и мы выходим на остановку во сколько? Мои дети без двух минут успевают добежать, да, до остановки, когда просыпают в школу и успевают там за минуту дойти. Я говорю, вы скоро будете, знаете как, по приложению смотреть, как едет автобус, точнее, я дома буду сидеть, смотреть по приложению, как едет автобус, а по локатору смотреть, как мои дети добегают в него. И ровно на остановке бум, и они поехали, да. Ну, я шучу, конечно, но тем не менее, почему мы выходим вовремя? Мы доверяем. Откуда у меня эта вера, что транспорт придет вовремя? От того, что я был вовлечен в процесс, успевал, не успевал, опаздывал, не опаздывал, и со временем я знаю, как я могу доверять общественному транспорту. Аминь? И тогда моя вера уже действует как неотъемлемая часть моя внутренняя. Мне не нужно гадать, придет автобус, не придет. Я иду ко времени, потому что верю, что система так работает. Но эта вера не просто, что мне кто-то рассказал. Это все равно глубоко совокупное переживание, в которое я был вовлечен. Смотрите. Евангелие от Марка говорит, мы сегодня говорим о вере Божьей, поэтому Библия говорит нам о вере Божьей, мы не просто говорим о нейтральной вере. 11-23 стиха. Мы много сегодня будем читать. И слова Христа. «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горейся и подымись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по его словам, и будет ему, что не скажет. Посему говорю вам, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». И, конечно, когда мы читаем эти слова, мы думаем, мы изучили его слова, и теперь нужно просто верить. Но я знаю огромное количество людей, которые разбились об эти слова. Потому что, когда им говорят, вам нужно просто в это верить, как результат того, что вы это знаете теперь, они приходят и говорят, это Игоре, двигайся, двигайся, двигайся. И гора стоит. Гора делает примерно так. Серьезно? Почему? Потому что вопрос заключается в гораздо более глубоком, чем просто я изучил и теперь так делаю. Вера – результат моих отношений со Христом, моего хождения, моего исполнения Духом Святым, моего рождения свыше, моего опыта, моего переживания. Именно такая вера является живой. И Иисус здесь не просто говорит, «О, смотрите, изучите». Он говорит, «Имейте веру Божью, созидайте ее в себе, взращивайте ее, укрепляйте ее в себе, и тогда, в определенный момент времени, какие бы обстоятельства с вами не встретились, хоть гора, вы сможете ее преодолеть, потому что именно эта вера Божья, мы дальше поговорим про постулат о силе. Она даст вам возможность это сделать. Но первый постулат заключается в том, что вера не является продуктом просто интеллектуального изучения. Библии, библейской литературы, порядка проведения собраний и так далее. Смотрите, мы двигаемся дальше. послание к римлянам. Мы углубимся в этом, когда будем говорить об этом конкретно, но сейчас я хочу просто прочитать вместе с вами отрывок и коснуться одного только важного элемента, и мы двинемся дальше, ко второму постулату. Это очень… Вот в послании к римлянам в 10 главе сокрыт, пожалуй, ключевой элемент учения многих людей, которые говорят, что вера, на самом деле, она приходит от изучения Библии. Вера от слышания, слышание от слова Божьего. Слышали это, правда? И поэтому утверждают, вера приходит от изучения Библии. Но давайте внимательно почитаем весь отрывок, который об этом говорит. Хорошо? Смотрите, 10 глава римлянам с 8 стиха говорит, «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится». Здесь нет различия между Идеем, Еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне спасется, но как призвать того, кого не уверовали, как веровать того, о ком не слыхали, как слышать без проповедующего и как проповедовать, если не будут посланы, как написано, как прекрасные ноги, благовествующий мир, благовествующие благое. Но не все послушались благовествования, и Боисайя говорит, «Господи, кто поверил, слышим он от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божья. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошелся голос, и до предела Вселенной слова. И я спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, «Возбужу вас ревность не народом, раздражу народом неосмысленным». А Исайя смело говорит, «Меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошающим о мне». Я хочу начать с конца. Исайя возгласает, «Я открылся от имени Бога не вопрошающим меня». Друзья мои, я хочу, чтобы мы с вами осознавали, что процесс действия и появления в вере в человеке – это не просто процесс, который мы вырываем из контекста вера от слышания, слышание от Слова Божьего. В послании к римлянам Павел расписывает весь путь, как бы. И он начинает с того, вот этот отрывок, который я прочитал. Что говорит Писание? «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем». Какое слово? Слово веры, которое проповедуем. Мы проповедуем Евангелие, которое в основе своей содержит живую веру в Иисуса Христа как результат его сошествия в мое сердце. Кто-то скажет, при чем тут результат сошествия в мое сердце? Исайя потому и говорит, «Я открылся не вопрошающим обо мне. Я благоволил, и здесь мы говорим о благодати, о благоволении Божьем, я благоволил прийти и к язычникам». И когда Петр был в выступлении, и это явно было ему сказано. «Вот полотно я очистил, не почитай нечистым, но иди к язычникам». И когда он пришел, прежде чем он даже попытался, он там проповедовал все, принять какие-то решения, на них сошел Дух Святой. Это то, о чем здесь возглашает Исайя. «Я благоволил открыться, не искавши меня язычникам, которые не принадлежали ко мне по отцам, я благоволил открыться». И это есть то, что Дух Святой посетил язычников, прежде чем Петр принял решение. Я понимаю, для кого-то может звучить достаточно сложно, но весь процесс заключается не только в том, что кто-то попроповедовал, мы это поняли, и из-за этого у нас появилась вера. Нет, все началось гораздо больше, глубже и раньше, из-за того, что Бог соблаговолил послать мне, как язычнику, благодать и сойти на меня Святым Духом, чтобы открыться во мне. И когда его Дух Святой сошел, я приобрел или получил рождение свыше от его прикосновения через простую молитву покаяния, написано «поверил». Почему? Потому что кто-то проповедовал мне уже слово веры, и слово не было просто его продуктом интеллектуального излучения, но он когда-то тоже поверил, и поэтому написано близко к тебе слово проповедованное, которое в наших устах и где в нашем сердце. то есть слово, которое когда-то изменило проповедника, он рожденный свыше пережил прикосновение Святого Духа и слово веры наполнило его сердце, теперь он послан проповедовать, чтобы я, услышавший слово, точно так же получил благодать Святого Духа внутри себя. Иными словами, вера приходит не только от того, что я изучил информацию, но из-за того, что Бог благоволил коснуться меня. Друзья, это обзорно, поэтому я на этом, пожалуй, здесь остановлюсь. Мы поговорим об этом в следующей проповеди, когда мы будем говорить об этом более подробно. Хорошо? Мы двигаемся дальше. Поэтому вера, просто сейчас обзорно примите, и мы поговорим более детально и обсудим в домашних группах, в наших собраниях, в личных встречах где-то, чтобы мы понимали и могли рассуждать об этом. Итак, по этой причине, как я говорил, Павел упоминает пророчество в конце, и я просто зачитаю в Евангелии от Иоанна, когда беседа, которая сегодня упоминалась с Никодимом, Иисус говорит, в Евангелии от Иоанна, 3 глава с 5 стиха, «Истинно говорю тебе, кто не родится от воды и духа, не может войти в царствие Божье, рожденное от плоти и с плоть, рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочешь, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Вот важный момент, который принес Иисус на землю. Со времен Авраама, когда Авраам услышал призвание пойти в страну, которую он не знает, потому что Бог благоволел к нему, и когда Авраам поверил и через это стал другом Божьим, со времен тех через служение Христа пришло более глубокое это послание. Дух дышит, где хочет. Ты не можешь указать ему, как и кого, когда призвать, как Авраам не мог указать «Приди ко мне и призови меня», но ты слышишь его голос. Когда он приходит к тебе и призывает тебя, твоя душа откликается, как Авраам ответил «повиновался» и пошел. И когда твоя душа откликается, сверхъестественная Божья сила производит рождение свыше. И появляется новое творение, появляется новое естество. Потому, первый важный постулат, который каждый христианин должен осознавать – моя вера в живого Бога – результат моего рождения от Духа Божьего. А не потому, что я хорошо знаю Библию или изучил ее. Изучение Библии – это очень важная часть. Для того, мы в церкви имеем служение, обучение, альфа-курс проходит, служение воскресной школы для детей, где мы изучаем Библию, подготовки к крещению водному, мы изучаем Слово Божие, разбираем его в домашних группах, проходит разбор у нас. Это блок рекламы пошел, да? Мне там скинулись ребята, кто группы проводит, объяви, а то мало ходят, может тебя послушать. Ладно, это минутка юмора, чтобы разорить обстановку. Друзья, поэтому изучение Библии – важный момент, но, еще раз, Дух дышит, где захочешь, и ты слышишь его голос. И так бывает со всяким рожденным от Духа. Авраам повиновался призванию идти в дальнюю страну. Это был обзор первого постулата. Второй постулат. Вера внутри – это не абстрактный результат знаний или заключений, а реальная часть новой природы. Почему это отдельный постулат, его важно понимать? То есть, в первом мы говорили, что это не продукт изучения Библии, просто интеллектуального. А здесь, почему мы говорим о том, что это не абстрактный продукт? Есть принципиальная разница между тем, что у нас есть как просто абстрактное внутри логическое умозаключение. Ну, например, я приведу вам какой-то красивый пример. давайте скажем, что я сейчас представляю себе переживания и эмоции беременной женщины, рождающей ребенка. Многие заулыбались? Потому что вы понимаете, сколько бы я вам не доказывал, ой, я так понимаю вас, женщины, рождающие ребенка, я прям чувствую ваши боли. женщины улыбаются. Потому что никогда это не станет моей реальностью по причине того, что я мужчина. Я не могу забеременеть, я не могу выносить ребенка, я не могу его родить. И по этой причине всегда мои рассуждения, я могу тонны проповедей вам говорить о муках родов, о том, как беременным тяжело проходить это все, о том, какие схватки там внутри. Вы мне не поверите. Потому что это все для меня абстрактный предмет размышлений, попытка представить, понимаете? но если я вам начну говорить, например, о каких-то вещах, связанных, не знаю, там, давайте теперь чисто мужскую какую-то тему. Нет таких, да, вы знаете, потрясающе, да? Нет того, что женщина не могла бы осмыслить, правда? Парадокс. Ну, то есть, понимаете, да, я какие-то свои переживания говорю вам и когда я говорю как часть себя, это действительно глубоко внутри меня. Я пережил это. Это моя, это моя сущность, моя часть. И потому важно понимать, друзья, что смотрите, и посланник еврея, мы опять возвращаемся к Аврааму, 11 глава 9 стиха говорит, верой он обитал на земле обетованной, как на чужой, жил в шатрах, с Исааком и Иаковом, с наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. Человек жил, вот давайте представим, он пришел в эту чужую землю, и посланник евреям говорит, что он верою, я думал сначала попробовать поискать, может быть, и к этому постулату, к этой теме, я думаю, что мы в это углубимся, там, из истории самого жизни Авраама, не из посланника евреям, а прямо из оригинала, так сказать, да, из Ветхого Завета, но, в любом случае, посланник евреям суммирует, он жил в чужой земле, в шатрах, скитался, ходил по ней, и мог бы задать Богу вопрос, а где это, что ты обещал мне? Если бы его результат веры был просто плодом абстрактных мыслей, он намечтал себе, намыслил, но так, как это была его живая внутренняя часть, он жил в этой земле, немало не сомневаясь, не ропща, преодолевая все трудности, потому что он ожидал, и даже посланник евреям говорит, что многие умерли в вере, не получив обещанного, но это не смутило их, это не разбило их, когда вы прочитаете 11 главу посланника евреям, вы обнаружите, что кто-то был исцеляем, а кто-то был перепиливаем, кто-то получал своих мужей, воскресших из мертвых, а кто-то погибал в темницах, это не смутило их, потому что их вера строилась не на абстрактном умозаключении, это была неотъемлемая часть их внутренней природы. Я хочу, чтобы мы осознали, что неотъемлемая часть внутренней природы это та реальность, которая не просто меняется, когда вы думаете о чем-то или не думаете, иными словами, вы проснулись с утра, вы забыли свои вчерашние размышления, все, у вас все исчезло. Это не так. То, что внутри вас есть, оно никогда никуда не исчезает. Проснулись, вы спите, голодные, вы уставшие. Почему иногда многие христиане, они христиане выходного дня, когда они на границе стоят в очереди, они злые, они готовы там толкаться, они готовы там заниматься никакими-то некрасивыми делами. Почему? Потому что все христианство улетучивается. От их веры не остается следа. Это вера, это абстрактное умозаключение. Это не вера. Вера никогда из тебя никуда не исчезает. Дома, в семье, на работе, в трудных обстоятельствах, в легких обстоятельствах. Если это неотъемлемая моя часть, она всегда со мной. Смотрите, почему я утверждаю, что вопрос стоит на неотъемлемой части? Евангелие показывает нам результат рождения свыше, появления нового творения. И для меня это интересно и как для психолога. Почему? Потому что я верю Библии как реальности, не как какие-то сказки. О, новое творение, да, это такие философские, абстрактные категории. Для меня нет. Если Библия говорит, что результатом рождения свыше является новое творение, это означает какую-то реальность внутри меня. Давайте прочитаем. Смотрите. Второе послание Коринфянам 5, 17 говорит. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Тварь, ну, так как это синодальный перевод и слово тварь, да, она звучит как-то, может, неблагообразно для кого-то, но на самом деле это означает творение. Хотя тварь мне нравится, да, особенно, когда мы, как мы его производим по-русски, правда? Заметьте, да, у нас даже мы вкладываем в это какой-то такой вот в акцент, правда? На самом деле это слово творение. Послание Галатам 6, 14 говорит. «Я не желаю хвалиться разве только крестом Господа Иисуса Христа, для Которого для меня мир распят, и я для мира, ибо во Христе Иисусе ничего не значит, ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь или новое творение». Потрясающе. Апостол Павел, вот вдумайтесь, он сравнивает категории. Если сегодня мы, в послании Коринфия мы прочитали, что во Христе Иисусе, кто во Христе, тот новое творение. Ну окей, ну что значит новое творение во Христе? То апостол Павел идет дальше. В послании Галатам он сравнивает категории. И теперь посмотрите, что он положил на чашу весов. С одной стороны, говорит, обрезание или необрезание. Это очень серьезный спор. Это отсылка прямо к временам того же Авраама. Обед, отца всех верующих. Обетование, о том, о чем мы читали, что до обрезания, вне обрезания своем, Авраам стал другом Бога, потому что поверил, а по обрезанию он стал отцом всех обрезанных. И теперь смотрите, что Павел кладет на чашу весов с другой стороны, он кладет с другой стороны новое творение. Иными словами, он придает вес этому значению. Он говорит, во Христе Иисусе появляется новая природа внутри человека. в его душе обнаруживается часть или новое естество, мы не будем сейчас делить на части и так далее, которое является его сущностью. Это не просто метафора. Если я новое творение во Христе, давайте сейчас вздумаемся и пробежимся по истории, даже вот постсоветского нашего или советского периода, и мы знаем здесь историю наших славянских церквей, я читал какие-то документы, связанные с историей церквей, какие-то моменты, и численный состав верующих, там, 50-е годы, я читал образование, два класса, три класса, малограмотные, необразованные, пресс-фитер церкви, там, в какой-то деревне, работник в колхозе и так далее. Эти люди были крещены духом, эти люди имели познание о Господе со своими двумя классами образований. Почему? Потому что вера не являлась абстрактным продуктом логического мышления, она являлась результатом того, что новое творение во Христе появлялось в любом колхознике, необразованном, без унижения, двух классов, трех классов, каждый, кто соприкасался с силой Святого Духа, рабы или свободные, в древних временах, которые люди понятия не имели, может, о каких-то там глубинах математики или письменности, новое творение появлялось не от интеллекта, а от Духа Божьего внутри. И когда это новое творение появлялось, это новое естество проявлялось, мы читаем апостол Павел о плодах Духа, так вот, это новое естество в корне своем содержало веру как ключевой стережневой момент. До покаяния, до рождения свыше человек не обнаруживал в себе веру Божью. Вот потому нерожденным свыше людям сложно довериться Святому Духу в молитве, сложно довериться действию Божьей благодати нерожденным свыше людям. Вы можете об этом немножко поспорить со мной, сказать, ну, это умозаключение. Апостол Павел пишет, люди душевные, помните, да, не принимают того, что от Духа Божьего, почитая это безумием, но духовные, то есть люди рожденные свыше, люди, которых Дух Святой преобразил в новое творение, они принимают это, и написано, духовный судит обо всем, потому как является отражением природы Христа, божественной природы через рождение свыше. И вера в данном случае является неотъемлемой частью новой природы. Живая вера неотъемлемая часть новой природы. Это как сказать, что между влюбленным парнем и девушкой появилась взаимная симпатия, влюбленность, то, чего раньше не существовало в их жизни. Когда они влюбились, они обнаружили в себе новое качество, влюбленность друг между другом. То же самое обнаруживает в себе рожденный от Духа Божьего человек, веру живую внутри себя. Она не пришла от того, что я что-то изучил. Она пришла как результат появления во мне нового творения во Христе Иисусе. И потому Павел об этом пишет, что люди душевные не принимают, почитают это безумие. Когда мы говорим, я молился, я получил от Бога слово, я молился, Дух Святой сказал. Люди, ха-ха, да-да, Духоманды, эти знаем и вас. Они почитают это безумием, для них это глупость. Но тот, кто однажды встретился с присутствием Святого Духа, в чью жизнь Дух Святой однажды пришел, пережив рождение свыше, вы никогда больше не можете забыть этот момент. Авраам повиновался, потому что что-то пришло в его жизнь сверхъестественно, и Бог обратился к нему. Он поверил и повиновался, и стал другом Богу. Сегодня через то, что мы откликаемся на призыв Духа Святого, как написано в Откровении, «Все стою у двери и стучу, и кто услышит мой голос и отворит, я войду к нему». Когда мы открываем свое сердце на призыв Святого Духа или становимся новым творением, рождаемся свыше от Духа Божьего, живая вера начинает быть естественным элементом внутри нашей сущности, естества, внутреннего мировоззрения, переживаний. Это такой стержневой момент. Хорошо, об этом постулате мы проговорили, мы двигаемся дальше. Я уже так очень быстро, подробно будем говорить в каждой проповеди. Вера внутри, третий постулат, является источником действия жизни Божьей. Жизнь Божьей открывает действие благодати и силы Божьей. Галатам 5,4 говорит, вы, оправдывающиеся себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы Духом ожидаем и надеемся праведности от веры, ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. В этом месте, в этом отрывке, в этом эпизоде все потрясающе. Потрясающе первое то, что вы, оправдывающие себя законом, и это отсылка к тому, что я пытаюсь получить оправдание через строгое следование закону, изучение закона, понимание закона. Я делаю много хороших вещей. Иисус упрекал фарисеев, но мы не будем их упрекать, а просто скажем, что они делали очень много правильных, хороших, богобоязненных вещей, которые они читали и понимали в законе, но главная проблема, которую Павел понимает в Галатах, он говорит, вы пытаетесь оправдать себя законом, остаетесь без Христа. Без того, что как раз приносит в вашу жизнь Дух Святой через рождение свыше, вы остаетесь без этого. Почему? Потому что тогда написано отпали от благодати. Вера, и вот дальше он упоминает здесь, смотрите, мы духом ожидаем и надеемся праведности откуда? От веры. Вера становится или является таким своего рода, не знаю, источником в нас, каналом, через который благодать и сила Божья действуют внутри нас в каждый день. Люди сегодня думают, о, это что-то такое, когда Бог захочет, не захочет или что-то еще. Я вижу здесь в послании к Галатам иное. Благодать явлена вам. Сегодня люди говорят, о, если Бог захочет, он коснется, если Бог захочет, он даст, а если не захочет, не даст. Как я могу знать, когда он захочет или не захочет? Ну, молись все время, надейся, а вдруг получится, а вдруг не получится. А как я могу знать, пребываю ли я в благодати или я отпал от нее? Ну, тут тебе, брат, нужна вера. А как я понять, имею ли я эту веру в себе или не имею, если я не вижу благодати в себе? Так вот, как раз таки, друзья, я вижу картинку всю наоборот. Вера, которая я имею от рождения свыше, как результат новой природы, она и позволяет мне постоянно пребывать в благодати Божьей. Не отпадать от благодати, не ожидать, что какой-то рулет, карандом, Бог захотел, не захотел. Женщина, которая сказала сама в себе, я вижу в Иисусе милость, я пойду прикоснусь к Его одежде. Она прикоснулась, не спрашивая Христа, и даже там благодать Божья коснулась ее, и она получила свое исцеление. Что говорить о тех, кому Бог благоволил открыться в Сыне Своем, открыться через рождение свыше. Каждому из вас, который сегодня принимал причастие, будучи крещенным или заключив завет с Господом, исповедовав свою веру, исповедовав рождение свыше, Бог благоволил открыться. Это как Авраам, которому Бог постучался и сказал, следуй за мной в ту страну, которую ты не знаешь. И мы, последовав за ним, ожидаем сегодня и надеемся праведности от нашей веры, как написано. И благодать Божья укрепляет наши сердца в каждом дне. Каждое утро, когда вы просыпаетесь, и ваша вера, как часть рожденной свыше природы, она является тем источником, через который благодать наполняет вас. Если вы смущены от чего-то, благодать сильна восстановить вас. Если внутри вас апатия, депрессия или что-то еще, сила Божья сильна возвратить вас к жизни. Вера внутри вас является связующим элементом с действием всемогущей силы Божьей. Это как провода, которые протянуты в это здание, и свет горит не потому, что происходит некое, знаете, такое чудо сверхъестественное. Где-то далеко есть электростанция, может и недалеко, может где-то рядом, коптит наши эти ТЭЦ, вырабатывая электроэнергию. И все, что сегодня нам позволяет здесь иметь свет, это то, что провода тянутся к этой электростанции. Когда внутри меня моя вера в постоянном должном, правильном состоянии, она живая, благодать открыта для меня. Бог не закрылся на небе. О, я не буду с ним благоволить. Я не буду с ним иметь дело. И кто-то скажет, ой, это такие заявления смелые. Знаете, почему я так смело могу сказать об этом? Потому что Он Бог. Если Он захочет закрыться, мы ничего не сделаем с этим. Мы можем расшибить лоб в молитве, мы ничего с этим не сделаем. Но Библия говорит очень четко, что в последние дни, в нашу эпоху, в которой мы живем, от Христа Он проговорил нам в Сыне. И до момента Его второго пришествия. Евангелие будет твердо в этом. Благодать Господа Иисуса Христа, она явлена на земле людям. И работа Святого Духа продолжается до дня пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Потому сегодня все, что я могу и все, что мне нужно, написано. Мы Духом ожидаем. Заметьте, Духом. Это отдельная тема, о которой можно говорить. Почему здесь употреблено слово Духом? Ну, почему говорится о Духе? И мы поговорим об этом, когда мы будем разбирать этот эпизод. Ну, точнее, этот постулат. И когда мы говорим о силе, просто быстренько Деяние 14.8 говорит «В Листре некоторый муж не владел ногами, сидел, будучи хром о чревом матери и никогда не ходил, он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него, и увидел, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом». Вот почему мы тоже говорим «громким голосом», да, хотя оператор нас сбавляет, чтобы там не сильно орал, но он сказал громким голосом. И что он сказал? «Тебе, говорю, во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо», и он тотчас скачил и стал ходить. Вера, которая была уже внутри этого человека, потому что посетил его Дух Святой, она и была тем источником, каналом силы. Его ноги не ходили с самого начала, и ничего не могло это изменить. Но когда апостол Павел увидел, не знаю, может Бог ему открыл, как он увидел это, но он увидел, что вера есть в сердце этого человека, значит сила Божья сойдет на него и исцелит его тело. Вера является всегда каналом, источником благодати в нас. Сегодня множество людей приходят на беседы, на молитвы, и они приходят разбитые, дьявол разрывает их жизнь на части, и в глубине ты видишь одну простую причину. Их вера разбита, они растоптаны, они много знают, у них голова может быть там разрывается от этих знаний, они могут проводить курсы библейские, но это ничего не меняет в их жизни, потому что, чтобы сила Божья действовала ежедневно, укрепляя меня, давая благодать, моя вера должна быть живой. И потому последний постулат, и мы будем молиться, я очень быстро о нем, буквально одно место Священного Писания, постулат 4, вера живая является первым объектом вражеского нападения. Грех, духовный мир, демонический мир, как кто себе представляет, как вы называете, и на каком уровне его узнаете, как вы там имеете познание, в любом случае ваша вера всегда будет первым объектом атаки. Не ваше здоровье, не ваши финансы, не ваши отношения с людьми, ваша вера. Потому что враг знает, что именно через эту веру Дух Святой действует в вашей жизни. Смотрите, я в доказательство приведу простое место, мы поговорим об этом подробно, когда будем об этом говорить. Луки 22, 31, И сказал Господь, Симон, Симон, Сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не скудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Он отвечал, Господи, я с тобой в темницу и на смерть готов. Но говорю тебе, Петр, не пропадет петух сегодня, как ты трижды отречешься от меня, что не знаешь меня. И теперь кульминация. Иисус говорит, Симон, Сатана просил сеять вас, он выступает против вас. Я молился отцу о том, чтобы твоя вера не оскудела, чтобы ее невозможно было сломать, чтобы она не разрушилась, чтобы она не стала мертвой. И Яков говорит о живой вере, он говорит, что вера без дел мертва, он говорит, Я молюсь, чтобы твоя вера была живой, действующей, чтобы ты, обратившись, утвердил братьев, чтобы в тебе был источник силы, потому что Сатана просил сеять вас. Теперь, внимание, вопрос, если вера исходит от интеллектуального знания, и Петр просто изучил Иисуса, будучи с ним, или у него есть абстрактное логическое представление об Иисусе, как оно может оскудеть от каких-то других событий? Разочарование, возможно, еще что-то, но это не меняет мои знания. Вера оскудевает не от того, что я становлюсь меньше знать. Я проснулся утром и забыл часть Библии? Или прочитанные вчера книги? Нет. Потому что вера, как внутри живой элемент. Я приведу простой пример, и мы будем молиться. Нет, еще одно место потом прочитаю. И тогда будем молиться. Один пример. Представьте, что парень встречается с девушкой, они влюблены, у них все хорошо, и девушка безгранично начинает доверять ему, привязываться к ним. И вдруг этот парень грубо поступает с ней, начинает ее как-то унижать, оскорблять, начинает ее там, знаете, втаптывать в грязь, как-то кидать ее там или прочее, прочее, не приходит на свидание или что-то еще. Что происходит с ее чувствами? Они начинают разрушаться постепенно. Да, она еще чувствует какое-то влечение к нему, но уже это что-то такое двоякое. Уже где-то что-то происходит. И приходит момент, когда через свое поведение он полностью разрушает вот это вспыхнувшее чувство влюбленности между ними. Что произошло? Не было чувств? Были. Не было влюбленности настоящей? Была. Разрушена влюбленность через воздействие, отношение, влияние. И то же самое Библия говорит, дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Потому Писание многократно в Евангелии призывает, бодрствуйте, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы не возникнул какой горький корень и через него не пришло осквернение, бодрствуйте. Почему? Потому что первый удар придется в вашу веру. Когда ее, возможно, будет сломить, когда она оскудеет, ваша жизнь станет слабой. Вы потеряете силу. Евангелие останется только в устах и в мозгах, но оно перестанет иметь силу жизни, животворящую силу. Друзья, поэтому сейчас, когда мы будем молиться, Библия говорит, послание Иуды, не того Иуды, который предал Христа, нормального Иуды. Первая глава, двадцатый стих. Вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Потрясающая концовка для моей сегодняшней обзорной проповеди. Давайте поднимемся и будем молиться. Возлюбленные, молясь Духом Святым, сегодня давайте будем назидать себя на святейшей вере, сохранять свою любви и ожидать милости от нашего Господа. Субтитры создавал DimaTorzok